Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки! Сегодня с вами снова я, Тигранатя. И сегодня я буду с вами открывать посылочку, которая мне пришла от Саши Александры Дары. Это видеоблогер. И это её знаменитая коробочка, которую она делает сама. Называется коробочка Дариня. Здесь всё сделано своими руками, в таком славянском, русском народном стиле нашем. Очень красиво, так мне нравится эта наклеечка. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Я не так много знаю об этой коробочке, о том, что здесь находится. Я только знаю, что здесь бывают детские игрушки. Но я как бы не ребёнок, и поэтому я думаю, что здесь что-то для моего возраста и по моим интересам, возможно. Здесь у нас такая вот визитка. Подарки в русском народном стиле. Дариня. Вот здесь есть почта и номер телефона, если кому интересно. Такая вот красивая визиточка. Тут есть группа ВКонтакте, также Инстаграм. Вот. Возродим родные традиции. Итак. Уберём немножко наш наполнитель. Здесь у нас что-то очень милое, очень лёгкое. Такая вот матрёшка здесь русская. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Итак, что же у нас в первом пакетике? Ух ты! Ух ты! У нас здесь прослет. Посмотрите, какой он красивый. Посмотрите. Просто красота. Он такой лёгенький, он из натурального дерева сделан. Он тоже пахнет деревом. Посмотрите, здесь это всё ручная работа. Очень-очень красиво. Здесь такой вот камень. Он прям переливается, как кошачий глаз. Может быть, это и есть кошачий глаз, я даже не знаю. Посмотрите, как красиво. Очень приятное на ощупь. Вот здесь вот так вот из натуря выглядит он. Он очень такой мягенький, лёгенький. Он будет легко открываться, как вот вы можете видеть. Мне даже страшно это сломать, если честно. Но очень красиво. А это у нас наклеечка. Я думаю, её использовать в своих целях. Оно на этом пакетике здесь прикреплено. И пакетики тоже могу использовать тоже. Вы только посмотрите, кого я здесь нашла. Маленький мешутка деревянный. Я могу его разокрясить, и это будет такая брошка. Нужно будет только купить сюда крепёж для брошки. Либо просто его вот так вот использовать куда-нибудь. Прикрепить, может быть, в какой-нибудь блокнот или на шкатулку. Ух ты, у нас здесь идут открытки. Ну, как же без этого. День туриста 18 апреля. Очень классная открытка. Такая плотная, такая интересная. Позади у нас вот такой вот оборот. Проект «Своя открытка». Затем вот такая потрясающая открытка. Здесь маяк есть. Смотрите. Маяк, цветочки и девушка на велосипеде. Это у нас тоже проект «Своя открытка». Ух ты, это у нас открытка «С Днём Победы». Тоже капучинов. И тоже, наверное, этот же проект. Посмотрите, какая красивая. Очень красивая такая, не знаю, фем-открытка, потому что неужели здесь изображены не мужчины, а женщины. Это очень круто. Здесь у нас «Заюшкина избушка». Книжечка такая потрясающая. Просто очень красивая. Я обожаю детские книжки, потому что для меня, как для художника, как для иллюстратора, все эти книжечки очень ценные своими иллюстрациями. Здесь сказка такая тоже красивая. Смотрите, как красиво всё нарисовано. Смотрите, какая прелесть. Прелесть, прелесть. Так классно. Обязательно сама почитаю эту сказку. И обязательно оставлю её для своих будущих детей. Вообще, очень-очень, очень классно. Так, давайте сначала мы с вами откроем пакет, а потом вот этим займёмся. Ух ты, посмотрите. Ой, боже мой, здесь всё для меня. Давайте посмотрим скорее. Это просто потрясающая посылка. Я не знаю, у меня нет слов. Это сделало мой день. И вообще, я переполняюсь вдохновением сейчас. У меня нет слов. Я не могу нарядоваться. Посмотрите, деревянный виноградик. Потом деревянный помидорчик. Деревянный зайчик. Вы видите? Господи, какое счастье. Деревянный огурчик. Смотрите, наклеечка. Космическая. Ух ты. Чай на день. Сливочный пуэр. И чер... Ух ты, черничный. Прелесть. Спасибо большое. Ух ты. Это у нас что такое? Крем какой-то. Это тональный крем, наверное? Или для лица? В общем, Саш, напиши мне, что это такое. Первый раз вижу. Очень интересно. Я ещё один чай нашла. Ещё черничный. Очень люблю черничный чай. Для глаз просто очень полезно. Так. Письмо. Это я почитаю лично. Открытуля. Ой, какая милая. Боже мой. Какая прелесть. Смотрите, какой ёжик. Вообще, это классно. Лягушка-мухомор. Что это за... Икея. Ух ты. Это и такие, и такие скрытки они делают. Обалдеть. Очень классно. Какая прелесть. Ещё один ёжик. Ну, червяка есть. Фу. Здесь мышонок. Тоже так классно. Ой, прелесть. Ммм. Да, это была упаковочка вот этих вот интересных. Открытулик. Смотрите. Элен, смотри, здесь есть жирафики. Прикольно. Так, давайте смотреть. Вот. Кровушка у нас такая. Так. Лошадка у нас здесь. Так. Опа. Жирафик. Я знаю, кому теперь я подарю жирафика. Смотрите. Ещё жирафик. Клёвенько. И последний у нас кто? Ох. Ну и последний у нас бычок. Вот такой вот бычок у нас. Что это у нас такое? Ух ты. Это конверты такие? Обалдеть. Потрясающе. Я такие нигде не видела. Это где такие продаются конверты? Или вы их сами делаете? Очень приятный такой цвет. Я даже не могу сказать. Он такой ментоловый, скорее всего. Потому что он голубовато такой, бирюзово-мятный. Ментоловый. Точно ментоловый. Очень красиво. Даже жалко на письма пускать. Но я думаю, что здесь сколько? Здесь у нас 6 конвертов. Несколько я точно пущу на письма. Вот. А остальные я оставлю себе. Буду складывать что-нибудь очень памятное. Может быть гербали буду хранить в этом. О, какая прелесть. Смотрите. Это приглашение на день рождения. Ой, как классно. Тоже здесь. Сколько у нас? Здесь у нас аж 5 или 6. Не могу понять. 6, да. Склеилось. 6 пригласительных на день рождения. Стигрули и Вини. Смотрите. Очень классно так. Это буду иметь в виду на свой будущий день рождения. Можно будет так писать здесь какую-нибудь записочку, да, для своих знакомых, друзей, кого хочет пригласить на день рождения. И можно будет так им дарить. Типа пригласить. Типа, типа, приходить. Ну, здесь вот. Вечеринка Тигры, например. Такая-то дата. Такое-то время. Там-то там-то. Звонить по этому номеру телефона. Очень классно. А позади можно оставлять какую-нибудь записочку. Так, у нас ещё есть открытки. Потрясающие. Посмотрите, какая открытка. Обалденная. И вот эта очень красивая. Это у нас где? Это в Москве? Да, это в Москве. Это у нас Свято-Данилов монастырь. Красивый такой маленький. А это у нас... Сказано, что это такое. Барк Седов-Фото-Костецкого. Отправлять по почте только в конверте. Представляете, это у нас 1985 год. Всего лишь 400 тысяч копий. И стоило всего 3 копейки на тот момент. Потрясающая открытка. Очень-очень классная. Просто, не знаю... Хороший вклад в мою коллекцию. Спасибо большое. К наклеечке. О! Утёнок. Хе-хе. Жёлтенький. Ой, какой кролик. Какая красота. Потрясающая иллюстрация. Смотрите, тигрёнок. Хе-хе. Так. Давайте посмотрим все. Вот ещё у нас есть здесь. Космический Сатурн. Эта ложка очень повесёленькая такая. Гусёночек у нас здесь такой. Бегемотик. Очень классненький. Утёнок. Прелесть просто. Гусик. Посмотрите. Посмотрите, здесь гусик. Классный. Кролик. Голубенький такой вот. Очень-очень милый. Ещё один у нас Сатурн. О, я вижу уже матрёшка. Ой, какая красивая. Она вся переливается. У неё цветы в руках. Так. А это у нас кто? Ой, это тоже матрёшки. Как классно. Они тоже все переливаются. Никогда я не видела такие наклейки. У нас тут клубнички? Нет. Скорее всего, это землянички и цветочки. Очень красивые матрёшки. Давно хотела себе наклейки с матрёшками. Смотрите, у нас здесь ещё деревянные фигурки. У нас здесь вот вишенка есть. Есть у нас арбузик. Банан. Да, вот банан. Ананасик. Я очень люблю ананасы. А, так. Ой, гусик. Представляете? Гусик есть. Да. Вот он. У меня нет слов. Кролик. Лошадка. Поросёнок. И котёнок. Такая вот компания у нас собралась. У меня нет слов. Я не могу уставшим. У меня просто нет слов, как это всё комментировать. И последнее. Давайте рассмотрим ещё вот эти два набора. Я не могу наглядеться. Вот у нас коробочка. Расскажи мне, как это нужно использовать вообще именно в целях твоей коробочки. Я знаю, что все художники используют это как такие вот, как сказать, ну, деревянные спилы вот эти для всяких брошек, для скрабукинга, чтобы в блокноты делать разные оформления. С такими вот фигурками их разукрашивают, либо оставляют просто в таком деревянном виде экологическом. Потом можно, по-моему, как фишечки разные использовать. Можно, по-моему, как даже подвеску использовать. Вот. Это то, что я видела в таких вот целях. А что предусматривает именно в твоей коробочке вот эти вот фигурки, как их использовать нужно. И вот вторая коробочка, тоже очень классная. Здесь у нас немножко другие фигурки. Они более такие, не крупные, но немножко в другом стиле. Например, вот бабочка здесь такая, с узором. А здесь она вот вырубленная. Ну, теперь у меня простор для творчества. Теперь у меня прилив вдохновения. И теперь будет непростительно, если я буду дальше сидеть без вдохновения и ничего не делать, да, нового из творчества. Думаю, теперь мне нужно приступить к разукрашиванию этих прекрасных фигурок. И радовать вас где-нибудь в своей группе и в Инстаграме разными вот этими разукрашенными фигурочками. Да, они просто потрясающие. Возможно, я буду использовать их также для фолдеров и для писем. Потому что здесь довольно-таки много из каждой фигурок, да, количества. Я даже не смогу сейчас посчитать. Отсюда не видно просто. Под наклоном так сразу и не посчитаешь. Ну, дело в том, что они такие прекрасные. Мне даже вот эти понравились больше. Ну, потому что они именно такие уже иллюстрированные, более такие мультяшные. А эти более настоящие. Но они тоже очень классные. Они более серьёзные уже. Вот. И вся вот эта мелочь просто приятная. И конверты, и открытки, и чай. Всё-всё-всё. И браслет. Он очень классный. Большое спасибо за любовь. Большое спасибо за внимание. За эти подарки. И вообще за то, что ты выделила время, средства. И внимание вообще. За то, что помнишь. И даришь такие приятные вещи. Не знаю. У меня. Переполняет меня эмоции очень сильно. И нет слов, чтобы выразить всю свою радость. Потому что просто задыхаешься от этой радости. И спасибо за прилив нового вдохновения. Это, наверное, самое важное. Потому что этого вдохновения в последнее время стало очень мало. И вот это вот был такой толчок на то, чтобы снова что-то начать делать. Огромное спасибо за это. И дарите друг другу радость. Да, это самое главное. Пусть даже будет в таких мелочах, которых очень много на самом деле. Потому что даже вот какая-то маленькая штучка, как этот медвежонок, например, уже огромный знак внимания. И огромный знак поддержки. Вот. Всех уже всего обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.